Наша программа сегодня носит название «Однажды шесть веков назад». Что мы знаем о 15-м столетии? Наверное, больше всего ассоциации с искусством живописи. Для нас всех много говорят имена Дюрера, Лионабе, Личи. А что мы знаем о музыке этого времени? Жили очень мало. И такие имена, как Бельон Туфари, Жиль Бельшоа или Бельон Тубашо, эта музыка, к сожалению, с мелодической точки зрения не вызывает у нас никаких ассоциаций. Но, тем не менее, это было время, в которое музыкальное искусство процветало. Несмотря на множество различных событий политических, в том числе, на каждом уровне во времени, но сильные миры сего и церковь ценили музыкальное искусство как один из факторов, помогающий привлечь внимание к важным вопросам бытия. И как раз в 15-м столетии на музыкальной сцене появился инструмент, который вы видите сегодня вот здесь вот. Это маленький клавесин. Клавесин только появился в это время. Самое первое упоминание о нем относится к рубежу 14-15-го столетий. Но, как вы видите, это очень маленький инструмент. Его отличие от более позднего клавесина состоит в том, что у раннего не было демпферов, которые вышли струнули. То есть мы опускаем руки с клавиш, а инструмент продолжает звучать. Это совершенно удивительный эффект, который где-то остался в том далеком времени. И музыка, которую вы сегодня услышите на клавесин-балкоме, так называется этот правильный клавесин, как раз будет та, которая была написана в 15-м столетии. И начну я программу с одного из самых известных сборников этого времени, который носит название «Кодекс Файнса». В нем зафиксированы самые ранние клавишные образцы музыки, написанные для клавишных инструментов, которые в то время не делились для гамма и для клавесина, а предполагали, что будут исполняться на том, что есть под руками у исполнителя. Итак, я играю три пьесы. Одна из них из «Кодекса Файнса» называется «Акла Альтера». Это перевожение Мадригал Якова де Болонья. Следующая пьеса будет называться «Белли Фьори танца». По легенде этот танец мог звучать в замке с одноименным названием «Белли Фьори» далеко от Флоренции. И третье сочинение будет несколько более позднее. Вы сразу услышите, насколько разница музыка в XVI и XIII столетии. Это будет «Дам Леди Келли». Итак, слушаем Кори Симбал. «Дам Леди Келли» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 «Sимон» «Симон» «Симон» КОНЕЦ 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 Гитара, которая прозвучит сейчас, это один из самых распространенных инструментов не только в нашем мире, но и в далекие времена. И недаром говорят, что исполнители на летней гитаре, скорее всего, были шпионами, потому что именно они проводили в спальных и покоях важных персон столько же много времени, сколько и сами правители мира. И, наверное, это был самый простой способ выискать какие-то секреты или важные новости. Итак, я приглашаю Дмитрия Черевкова. Он приехал к нам из Владимира. Пожалуйста. В то время он назывался просто гитара, а во Франции и Италии он назывался гитара, испанская гитара с семью струнами. И если посчитать, действительно, струн семь, но это формально, потому что реально струны четыре. Просто три из них двойны, построены в унисон. Эта гитара существовала, ее расцвет пришелся на середину 16 века. Но упоминания встречаются и в 15 веке, и просуществует она до конца 18 века. Родоначальниками этого инструмента были испанцы. Но в Испании гитара всегда находилась в тени своей более блистательной соперницы, биуэр. Это был главный инструмент Испании, инструмент благородный, высокий. А гитара был делом простонародья. На ней играли обычные люди. Это народная музыка, которую даже не считали нужной записывать. Поэтому испанская музыка 16 века для гитары представлена буквально единичными примерами. А вот во Франции все наоборот. Во Франции в середине 16 века гитара сам популярный инструмент. На ней играют короли, на ней играет придворная знать. Печатаются массово книги с музыкой для этого инструмента. Собственно, репертуар гитары записанный, дошедший до нас, в основном французский. Я сыграю последовательно, вам сразу представлю две школы исполнения. Еще была школа итальянская, она народная также, просуществует как раз до конца 18 века. Последовательно прозвучат произведения Адриана Леруа, Браннель и Сплату. Это середина 16 века, французская школа. Затем прозвучат два произведения из лютневого манускрита, Калата и Павана. Пусть вас не смущает слово лютневый, поскольку музыканты 16 века приспосабливали интересующую их музыку под тот инструмент, который был в наличии. Так же сделал и я. И закончу гольярды Гиома де Борли. Это опять же придворная французская музыка середины 16 века. Играет музыка середины 16 века. Играет музыка середины 16 века. Играет музыка середины 16 века. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мы снова возвращаемся в 15-е столетие и будем слушать музыку Вильяма Дюфаи. И я приглашаю на сцену ансамбль «Али Хантар» и Юрия Остапанова. Пожалуйста. Между ними будет исполнена инструментальная композиция, которая представляет собой интабуляции. Интабуляция – это переложение в произведение вокального, в произведение вокального, для основного, для инструментов соло, что чаще всего происходило, или для ансамбля инструментов. Вы сегодня в начале концерта послушали регуляцию, сколько вы поймете, да? Вот наподобие такой и сделали мы. Я еще одни скажу, прямо перед ней самой. А сейчас «Йон Ди Фаи Мон Шер Ави». ПЕСНЯ 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 Анатолий. Верурю, Лесиси, Юля, Леви, Леви. Эрдюли, Павел, Вази, Еээпилед Санечо ... Анатолий. Г któригорная Шлавха стало judgments Субтитры создавал DimaTorzok На основе композиции Франческо Ландини, композитор XIV века, один из виднейших представителей эпохи так называемой эпохи Основа И в XV веке это нормальная практика делать интегуляции на музыку XIV, и более того, в кодексе инфоенса очень много таковых именно на музыку Ландини и Машо, то есть на музыку XIV века Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро gekлодил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О습니다. Об этом,여щие, Павел Лостров Павел К철емогрот pulizzi в Калисине Дмитрий Невич АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Георг сегодня тоже играл. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я не видел сам, как на стулке начали. Потому что вчера он не стал, а сегодня, говорят. И, собственно, он не был атакогновниц. Это же сплава. У него звучали целых четыре инструмента его изготовления. Клавесин-бал, клавесин, ренессансная гитарь и барочная гитара. У меня сейчас присыланный диск там заслуживает. Это всё было. Послушайте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.